Всем привет! Сегодня хочу показать пальто в виде пиджака. Заказывал на зоне. Можно заказать на зоне. Пальто в виде пиджака стоит 1800 рублей с чем-то. Я за 2,5 получается заказал, потому что думал, что там материал будет лучше, цвет будет лучше. Как бы мне материал в принципе понравился. Он хороший материал. Всё, швы, всё идеально. Но вот цвет, вы сейчас сами видите, это вообще цвет вообще не очень. Вот, друзья, вот такое получается пальто в виде пиджака. Всё стильно как бы оформлено. Мне такая нравится. В нём удобно ходить. Он удобный. Он тоненький. Он осенний. Осенний-весенний. Зимой, конечно, в нём не подхожешь. Но если какой-нибудь тёплый кофт, то две одеть, то можно. В принципе, он нормальный. Не сказать, что он прям холодный такой. Всё нормально. Швы, всё вообще идеально идёт. Вообще всё. Не к чему придраться. Но вот в чём-то тут ситуация. Цвет вообще какой-то, ну, то ли он белый. Вот эти какие-то идут чёрные строчки, вот чёрные строчки. Они должны быть ярко выражены. То есть их хорошо должно быть видно. Вообще он на картинке серый был, смотрелся. Он серый был. Он серый. А это какой-то вообще белый. Как будто бы, знаете, такое ощущение. Вы просто взяли, вот баллончик купили. Или просто вот такую краску купили для вещей. Есть такая специальная краска. Как вот рисунки рисуют на майках. Вы можете эту краску купить спокойно. Вот как будто взяли вот эту краску. И просто покрасили. Вот просто взяли ткань белую какую-нибудь. И всё, и покрасили. Шита она реально хорошо. Стильно. Выглядит вообще идеально. Но вот цвет, цвет вот этого цвет. Вообще, как будто, не знаю, тряпка какая-то. Ну, я не знаю, можно ли где-то его перекрасить. Может, у нас в Ланде есть какие-нибудь такие прачечные, где можно перекрасить его, чтобы цвет такой ярко выраженный был. Серый хотя бы или чёрный. Даже если вы чёрный возьмёте пальто, оно будет не чёрное, а чёрное светло какое-нибудь. То есть, почему я чёрное пальто не взял? Потому что грязь будет к этому чёрно-светлому приклеиваться. Ещё хуже он будет смотреть. Да это тоже, смотрите, тоже вот он замарается, если он будет потом уже весь какой-то, ну, не серый, а чёрный. Грязный весь будет. То есть, ткань вообще какая-то, не знаю. Ткань, ткань толстая, хорошая, всё вот, всё идеально, всё мне нравится, всё вот. Всё вот, как рубашку туда, вот так вот расстегнули, пугивицы, сейчас покажу. Пугивицы хорошо пришиты, претензий нету, добротно пришили. Вот рубашку туда одели под этот. Вот так вот расправили, да, вот так вот. Джинсы одели, рубаху сюда, всё вот. И идёте вот так красиво. Но то, что вот цвет, и знаете, какая самая загвоздка большая? Я почты заказывал. То есть, я в Озоне заказывал. У нас есть ближайший Озон, на остановке находится, возле Абсолюта, на стекло заводе, возле Абсолюта. И какая загвоздка идёт? Китайцы, если вы Польта будете заказывать на Озоне, или какие-нибудь куртки, может быть, даже, китайцы вам в ближайшую доставку Озон не будут вам отправлять. Потому что, знаете почему? Если они в ближайшую доставку Озона отправят, вы сможете потом переотправить им и написать поддержку, чтобы вернули деньги. Вы сможете вернуть деньги. А почтой, почему они отправляют? Почтой. То есть, там только можно было выбрать почту. То есть, отправка почтой. Не Озоном, а почтой. Вы как бы заказываете с Озона, но доставка с почтой приходит. А у почты существует такая тенденция, если вы, например, товар хотите в Китай, в Китай, потому что это вещь китайская, в Китай хотите отправить или обратно отправить, вы должны за отправку 2000 заплатить. Ну, как мне женщина там на почте работала, она сказала, 2000 за отправку. То есть, понимаете, вы вот эту, я вот эту вещь за 2500 купил, две с половиной, можете за 1000 вообще купить, но я за 2500 купил, думал, что там цвет лучше будет, ткань лучше. По ткани, вот по швам везде все, и претензий нет вообще. Цвет только вот мне не понравился. Цвет стрёмный. Не очень. И чтобы обратно это китайцу отправить, надо 2000 платить. У них логистика, логистическая компания, у почты, у почты России, она плохо работает. То есть, чтобы обратно товар в Китай отправить, это надо 2000 платить. То есть, вы за 2500 купили пальто, и еще 2000 потом переотправка. Это же, и китайцы об этом, конечно, знают. И специально они делают заказ почты китайцы. То есть, они только вам почты отправляют. Не Озоном куда-то в ближайший Озон, а почты. Ну, чтобы знать, что человек думает. Ну, человек не будет обратно отправлять мне, потому что это невыгодно. Невыгодно, скажешь, 2000 за переотправку платить. В Озоне логистическая компания, которая вот эти все доставки доставляет, у нее она лучше развита. И почему сейчас Озон лучше стал почтой. Так что я, друзья, вот как хочу, я теперь не буду, если будет какой-то товар на Озоне, да, я не буду почтой больше никогда заказывать товар. Если товар будет почтой, только доставка будет только почтой, я такой товар не буду заказывать. Я буду только Озоном заказывать. Этот товар пришел мне за 20 дней, ну, может, даже за 15, даже меньше. То есть, в Озоне то, что мне нравится, товар быстрее приходит. А Алиэкспресс, он, конечно, может быть лучше. Ну, там какой-то товар можно лучше на Алиэкспресс найти. Ну, в Алиэкспресс вы можете месяц ждать товар. В Алиэкспресс очень долго приходит товар. А в Озоне намного быстрее вообще приходит товар. И вообще там логистическая компания у Озона, она реально хорошая. У СДЭКа даже, логистическая компания, она плохо работает. Еще хуже. То есть, если вы с ДЭКом будете, с Алиэкспресс какую-нибудь вещь заказывать, то там вы месяц точно будете ждать. Вот такое, друзья, пальто. Так что никому не советую заказывать какие-то куртки на Озоне. Ну, потому что вы можете, вам может иногда куртка прийти со Озона хорошая, все вам понравится, и цвет будет хороший, все вам будет хорошо на Озоне. А иногда вы можете заказать ту же куртку, то же пальто, тот же пиджак какой-то, или какую-нибудь кофту, и цвет будет не очень. То есть, раз на раз это, конечно, иногда нормально, иногда ненормально. Вот мне видите, я не знаю, буду ли я в нем ходить, или что это делать. На Авито продавать мне баба сказала на почте, типа, зачем ты будешь 2000 платить, типа, за переотправку, продай на Авито. Да и на Авито это никто не будет покупать. Кому это такое пальто нужно? Оно как будто бы, не знаю, баллончиком взяли, просто пшикнули и все. То есть, цвет вообще, ну, сами видите. Сейчас задам еще повернусь. Вот такое пальто. В принципе, пальто мне нравится. Да? Но... Все, ткань, все хорошо, карманы глубокие, вообще все, вообще... Претенди к пошивке вообще нету. А вот цвет, я не знаю, где они этот цвет вообще откопали. То есть, на фотке цвет один, на фотке цвет ярко выраженный. То есть, они, конечно, там, сфотуют вам на камеру, на телефон даже сфотуют, цвет чуть-чуть по насыщеннее сделал, чуть-чуть контрастности добавят. И вы такие думаете, о, цвет хороший, надо заказать. Потом придет, и вы думаете, ой, блин, и ужаснетесь. Вот такие вот дела. Все, пальто мне нравится. Оно 56 размер мне как раз подходит. Я не стал 48 брать. 56, да? 52 еще был. Я 52 не стал брать. Как бы он мне небольшой, мне все, рукава, вот смотрите, все, 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 идеально подошел. Вообще я даже... Вот такие дела, друзья. Так что никому не советую. Я хотел как бы не куртки, да, брать? Вот куртки, да все в куртках ходят. Некрасиво. Пальто такое хотел модное взять, типа. Ну, смотрел, там, пальто уходит, в некоторых таких. Лучше, я думаю, если вы хотите пальто купить, покупайте лучше в фирменных магазинах. Да, там будет 14-15 тысяч, стоит, пальто хорошее. Но вы зато возьмете вещи. Вы будете знать, что там у нас цвет будет хороший, цвет там не облезет. Я вот по этому пальто, что хочу сказать, все, ткань идеальна, швы, все идеально. Вообще все. Нигде нитка, ничего не болтается. Все идеально. Вообще все супер. Вообще все. Вот здесь только нитки болтаются, сзади. Это ладно, ерунда. Все идеально. Все. Вот цвет. Вот такой вот, друзья, покупка была на Озоне. Я-то специально на Озоне заказал эту вещь, чтобы посмотреть. Нормально, нет? А так, да, друзья, стильно, конечно, смотрится. Какую-нибудь кофту красивую туда подни садили. Вот так вот застегнулись. Вот так вот сделали, да, себе вот. Вот так вот даже пуговицу расстегнули чуть-чуть. Идете, например, весной, да, когда весна, в апреле, там, в марте, в конце февраля даже, может быть. Все, вот, пиджак целый, красивый. Такие дела, друзья. Все идеально, все вообще. Подклад мне нравится. Подклад как бы там, ну, ничего нету там, конечно. Ну, сама вот эта ткань под пальто сделана. Она крепкая, она толстая. И даже можно сейчас, наверное, выйти на улицу, и вы не замерзнете. А вы, друзья, напишите свои мнения. Как вам пальто вообще, цвет вам понравился? Нет, мне цвет вообще не понравился. Такое вот пальто. Китайское как бы, цвет китайский. Цвет какой-то вообще. Где они его не знаю, если я найду в ЛАНВД какие-нибудь, может, вещи где-нибудь красит, хорошо красит, то я, конечно, это я, может быть, на покраску сдам, потому что ткань, все идеально. Только вот цвет. Так что всем пока, друзья. Такой был обзор сегодня. Сходил сейчас на почту, бегом на почту сходил, взял пальто. И, конечно, когда я увидел цвет, это просто ужас какой-то, не цвет.